Покровск остался без педиатров. В центральной районной больнице бьют тревогу. Детское отделение переполнено, а доктор на весь стационар один. Почему медики не спешат трудоустраиваться, знают наши корреспонденты. Это детское отделение Покровской районной больницы. Сейчас здесь всего один педиатр. Татьяне Батицкой приходится работать за троих. Говорит, все палаты переполнены, а врачей нет. В отделении работает один доктор. Детишек на сегодняшний день 36. Отделение переполнено. Если в ближайшее время в терапевтическом отделении не найдут специалиста, оно может и вовсе закрыться, говорят медики. Если в отделении нет врача, отделение не может работать. Собственно говоря, если сейчас один врач, если она заболеет или уходит в отпуск, нам возникает опасность вообще закрыть отделение. От двух тысяч гривен. Такую ставку готовы платить молодому специалисту, который изъявит желание здесь работать. Все зависит от категории. Острую нехватку педиатров связывают с реформой, которая стартовала в медицинских вузах несколько лет назад. Эксперимент, который по реформированию, привел к тому, что длительное время не выпускались педиатры из медицинских институтов. Сейчас это возобновили. Не только педиатров, но и детских реаниматологов и неонатологов приглашают на работу в Покровск. Чтобы привлечь медиков, в городе готовы предоставлять им бесплатное жилье и оплачивать часть коммунальных услуг. Мы приняли программу, которая позволяет нам обеспечивать медицинских работников жильем на время работы. А по истечении, по-моему, пяти лет квартира переходит уже в частную собственность. По словам городских властей, уже в этом году для прибывших медиков готовы выдать четыре квартиры с ремонтом. Мария Петрик, телеканал Донбасс.